Музыка Здравствуйте, в эфире канала Культура программы Наблюдатель. Сегодня наблюдать доверено мне. Мы не про всякий спектакль рассказываем. Мы рассказываем про все те спектакли, неважно в Москве или не в Москве, которые, про которые говорят, скажем так, которые вызывают явный интерес. Я думаю, что за последнее время мало было таких постановок, про которые так много говорили, как про спектакль «Лавр» по роману «Водолазки» на «Вамхате» имени Горького. Причем, что удивительно, говорили-то хорошее. Не только хорошее, но в общем-то хорошее. Это редко бывает, потому что, как правило, когда спектакль обсуждают, начинается все по-другому. Вот мы сегодня решили пригласить людей, которые участвуют в создании этого спектакля. И, как всегда, в прологе я сдаю один и тот же вопрос. Люди на него отвечают. Я, соответственно, и представляю. Как и большинство из людей, которые смотрят нашу программу, потому что нашу программу смотрят во всей стране и во всем мире, я спектакль «Лавр» не видел. Но, как и большинство вас, я читал роман. И я уже знаю, что «Водолазкин» очень положительно отнесся к спектаклю. Значит, спектакль соответствует роману. Я знаю, что этот роман рассказывает о русском средневековье. Вообще о таком времени, о котором мы очень мало знаем. И очень редко говорим. В связи с этим у меня к вам вопрос. Если метафорически, буквально, как хотите, можно было бы из эпохи русского средневековья что-нибудь перенести в наше время? Что бы вы перенесли? Это может быть вещь, может быть ощущение, музыка. Вот что хотите. Что, на ваш взгляд, можно перенести из русского средневековья в наше время? У нас есть, как сказать, вежливо-садистская такая традиция, я знаю, что если есть женщина, то она первая выпускает. Из червы, как известно, первая выпускает женщину, Варвара Котова, солистка ансамбля древнерусской духовной музыки Сирина, руководитель ансамбля старинной музыки Узорика, исполнительница старинного музыки и фольклора. В этом спектакле она исполняет музыку, и мы об этом подробнее поговорим. Итак, Варвара, что вам кажется, можно перенести из эпохи русского средневековья в наше время? Не можно, а хотел бы перенести. Я даже стараюсь перенести из русского средневековья в наше время. Это богослужебное пение, которое можно и нужно вернуть обратно в церковь. А его нету сейчас? Оно возвращается потихоньку в каких-то храмах, поют уже и знаменным распевом, и ранним русским многоголосием. То есть та музыка, которая пелась в храме до начала XVIII века, до этого целая эпоха. А потом пришли композиторы, а потом пришла итальянская школа и появилось в наших церквях то, что вот сейчас мы привыкли петь, многоголосие, портес, красота, чувства. А до этого в храме у нас было слово и как бы другая смысловая нагрузка. Уже невероятно, правда? Уже все невероятно. Эдуард Баяков, художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького, режиссер этого спектакля. Что бы вы перенесли? Много. Много. Ну, например, архитектуру домонгольскую. Это великая традиция. Это храмы, которые обладают невероятной совершенно энергетикой. И то, что приблизительно с этого времени, о котором говорит Варя, началась другая традиция, такого уже более культурного, более светского, более мирского, связанного с какой-то уже там гражданской архитектурой, инженерной и так далее, и так далее. А вот когда оказываешься в тех немногих домонгольских храмах XII-XIII веков, которые сохранились на Руси, то, конечно, испытываешь, я испытываю трепет и невероятное ощущение силы и цельности этого пространства. Дмитрий Певцов, исполнитель роли Лавра, народный арт. Ну, Дмитрий Певцов. Я бы вернул оттуда, конечно, ощущение жизни человека перед Богом. Как тогда, насколько важен был Господь в жизни каждого человека. И у нас есть там один человек, вот разбойник, такой, который русский человек, который убивает и грабит. И о нем говорится совершенно четко, что он обречен, он сам об этом знает, что он обречен, он живет против Бога. И вот это ощущение, что если ты не с Богом, то ты против него, оно мощнейшее среди никого. Это ощущение, сейчас этого нету. Можно это встретить только там в храмах, в монастырях, наверное. В светской жизни этого практически нету. Да, практически совсем нету. Петр Гловацкий, тоже известный вам, конечно, человек, человек, который играет на всех музыкальных инструментах мира и тоже участвовал в создании этого спектакля. Я бы перенес это вот ощущение времени и ощущение времени, которое, естественно, тоже интегрируется в музыкальный материал и в музыку. Потому что, например, мы иногда с Варей делаем духовные стихи и вдруг понимаем, что они такие большие, что мы и целиком до конца-то и в какой-то такой теплой компании, где не хочется очень много брать на себя, не можем доиграть его, да. И это ощущение времени, во-первых. Во-вторых, это потрясающие ощущения. Может быть, Варя меня поправит, если я где-то не прав. Есть понятие чистых и нечистых интервалов. Есть понятие, скажем, интервал септима, что-то неустойчивое, что непременно должно разрешиться в классической гармонии. Что-то, что тяготеет. Тяготеет, ладовые тяготения. Это всё к нам после Петровских реформ приходит. Есть классическая гармония. Так вот, интересно, что у музыкантов того времени совсем другая психология. Нету понятия устой-неустой. Другое. То есть то, что считается... Объясните нам, которые не музыканты, что это значит? Нет понятия устой-неустой. Нет понятия диссонанс и консонанс. То есть грязный, грубо говоря, нет понятия некрасивое звучание и красивое звучание. Потому что все звуки от Бога и всякая коллаборация разных звуков, она имеет место быть. Она не должна разрешаться. Это мышление, которое будет только в начале 20 века у европейских композиторов. Это то, что придёт даже не в первое десятилетие. Это то, что будет уже нововенская школа, и они во многом будут об этом говорить. Вы представляете, какой огромный этап? И насколько в этом плане это музыкальное мышление более передовое? У нас нет такой задачи заманить вас на спектакль, но мне кажется, она уже решена, потому что, что люди рассказывают. Давайте посмотрим. У нас есть такая небольшая нарезка фрагментов спектакля Лавры Московского художественного академического театра. Сами мы, конечно, тоже её не понимаем. Телега остановилась. Рваные края облаков подсвечивались луной. Глядя на тёмные громады пополов, Арсений подумал, что нигде больше не видел таких высоких зданий. Это был дом Божий. Управление собирало множество народа. Думающие так забывают, однако, что от сотворения мира только два человека покинули землю телесно. Скажите, пожалуйста, такой сначала, Дарья Владиславович, к вам вопрос, просто сколько народу учатся в спектакле? Я видел сейчас вот эту вот массовку. Ну так, примерно. Около 50. Около 50 человек сейчас выходит в театр. Скажите, пожалуйста, вы в одном из интервью сказали, мы придумали спектакль о русском народе. Что это значит? Вы разгадали русский народ. Что значит спектакль о русском народе? Ну, может быть, может быть, меня интервьюер не совсем правильно понял. Может быть, я что-то неправильно сформулировал. Я и мои коллеги, не дадут соврать, я много говорил на репетициях о том, что народ русский фигурирует у Водолазкина как некий полноценный персонаж. Он есть. Вот есть такой-то герой, такой-то герой, есть Арсений, есть Лавр, есть Христофор. А есть еще такой образ, который у Водолазкина обозначен постоянным внедрением. Время от времени, вы помните, конечно, роман, появляется какая-то когорта людей, и они начинают говорить, ну, как бы, последовательно, каждый проявляет свою какую-то черту, но, тем не менее, вот это, это пришли люди из деревни. И вот это вот очень-очень интересная задача. А это как, вот если персонаж, то, значит, его как-то можно охарактеризовать? Да. Он какой этот персонаж, который называется народ? Противоречивый, сложный, способный на достоевщину и в хорошем, и в плохом проявлении, способен немедленно сказать герою Дмитрия Певцова, а, ты старец, но ты согрешил. Понятно, со всяким случается. То есть способен на цинизм, на какие-то такие некрасивые поступки, на хитрость, но при этом, конечно, способен на невероятную духовную высоту и на рефлексию, на размышления о себе, что тоже очень важно. И, в общем-то, спектакль этим заканчивается. И как раз-таки один из людей, один из актеров, который вот этот народ играет и произносит последние слова в спектакле. Скажите мне, пожалуйста, Дмитрий, я понимаю, что роль бывает разная, всякое бывает. Мне кажется, что эта роль, я говорю даже не про роль, а про роман, про санта, она должна была артиста чему-то научить. То есть это не просто так вот выйти на сцену и сыграть некого персонажа. Она как-то более... Ну, это мощная очень роль. Так можно... Да, и схему. Можно говорить, что она вас чему-то научила? Вот соприкосновение с судьбой этого человека. Ну, во-первых, я только начинаю, хотя уже мы сыграли достаточное количество спектаклей, я только начинаю с ним дружить, с тем персонажем, которого я показываю. показываю. Я не играю его, это невозможно играть. Но для меня вот здесь именно во время репетиций открылась такая простая вещь, которую я, прочтя роман, почему-то не увидел, не услышал. Ну, невнимательность, торопня. Для меня открылась простая истина, что такое, в принципе, святой человек. человек. И на примере конкретного персонажа, выдуманного персонажа Водолазкиным, человек, который всю жизнь отмаливает свой грех, не замечая при этом, что он стал святым. Вот это принцип, наверное, это главная суть православия. Кается, кается и пытается бороться со своими грехами и пытаться достичь высот святости, не думая о них, а просто работая над своей душой. Вот, наверное, это самый главный смысл, который я получил. И вообще, я участвовал здесь не для того, чтобы что-то сыграть, я уже наиграл в своей жизни много чего. Я здесь участвую, потому что вообще для меня уникальный случай на театре житие святого в доступной театральной форме. И у нас история-то долго. Меня уже Эдуард уговаривал, и я, честно говоря, прочтя роман, не видел, как это можно поставить и уходил всеми возможными пытаянными ходами от этой работы. Пока все-таки меня не затащили на репетицию, и я не увидел, что есть автор, и эта история попадает, потому что вот этот жанр, когда часть текста играется, а часть текста просто говорится, в этом есть, ну, как черно-белое кино, которое будет фантазией. Я не все вижу, как зрители в театре, но я слышу, и я фантазирую по поводу текста, у каждого своя фантазия. Поэтому я еще раз вернусь, извините. Я сюда залез не для того, чтобы что-то сыграть, а потому что, мне кажется, это театральный акт, это акт воздействия на современного зрителя. Такого рода воздействия сейчас очень мало. Вылезает бесовщина, какие-то низменные безобразия на театры, особенно в столицах, в больших театрах, в больших городах. А это уникальный совершенно случай, и у меня не было шансов в этом не участвовать. Поэтому, когда я сыграю или приближусь к этому человеку, о котором идет речь, я не знаю, но мне это очень интересно. Скажи нам. Я скажу. У меня только недавно я начал радоваться по поводу текста, который я говорю. Не ненавидите его, а просто рады. Не бояться. Хорошо, как мне хорошо, какие прекрасные слова, как мне это вкусно произносить. Ну, там технически сложно, очень много текста. В рецензиях много раз было написано, что музыка не фон, а составляющая спектакля. Петр, объясните, что это значит? Музыка не фон, а составляющая спектакля. Но она не является какой-то, грубо говоря, прослойкой. Она, во-первых, сами композиции, которые во многом придумали, конечно же, Варя Котова и наш замечательный коллега, которого сегодня с нами нет, он не пришел, Сергей Гребстель. Сами, мне даже не хочется это называть композициями или аранжировками, это что-то нечто среднее. Они очень точно попадают, как сказал Евгений Германович Водолазкин, когда у нас была встреча, что этот роман, он роман юродивый. Если вы читали, вы видите, что в 15 веке там можно увидеть пластиковые стаканчики. Старин Сникандр обещает конфиденциально передать информацию Арсению. И вот таких вот маленьких маячков, их очень много. Мы старались, чтобы в музыке это тоже было. Естественно, понятно, что безладовый шестиструнный бас, лупстейшн, маримба, симатрон, колесная лира, гусли и традиционный вокал это не набор каждой псковской избы, мягко сказать. Но мы постарались интегрировать эти звучания современные в тот материал, который приносила Валя. И этот материал обрастал как бы вот этой некой прослойкой. Поэтому и содержание романа, которое является юродивым тоже отчасти, и музыка, мне кажется, вот в этом нашли соприкосновение. Например, маримба, это же абсолютно о чем можно говорить? У нас даже такое дерево оно не вырастет никогда. Но из-за чуткой работы нашего звукорежиссера Григория Литвинова и из-за того, что мы выстроили все-таки некий звуковой баланс, мне кажется, что сам звуковой баланс, он в себе имеет некие идеи, которые есть уже в спектакле. Скажите, пожалуйста, Варю, Варя приносила материал музыкальный. Какой материал приносила Варя? Варя дорвалась, потому что наконец-то моя многостаночность, меня всю жизнь ругали за то, что я очень много чем увлекаюсь русской старинной духовной музыкой, европейским средневековьем, и джаз пою, в общем, такое всякое разное. И тут, наконец-то все пригодилось, и это было такое счастье на работе, когда ты приходишь, и прям вот мне не дадут соврать коллеги, что было ощущение, что музыка, она сама ложится. То есть вот читают текст романа, и говорю, ой, а вот сюда вот прекрасно, один духовный стих, вот он прям по тексту, и он прям как будто он там прописан. Это у вас все в голове? Ну да, я 20 с лишним лет уже занимаюсь именно древнерусской духовной музыкой, я пою в ансамбле древнерусской духовной музыки «Сирин», и руководит и мой отец Андрей Котов, я из семьи фольклористов, ну то есть да, это какой-то вот наконец-то тот багаж, который я накопила за время работы и за время работы со старинной музыкой, он вот тут вот пригодился на все 100%. Давайте посмотрим, у нас есть музыкальный фрагмент спектакля, да, Вар? Звучит музыка Звучит музыка Скажите, пожалуйста, Эдуард, я думаю, только ленивый не сказал вам, что роман невозможно перенести на сцену. Это понятно. А что вот первое, почему, что такое случилось, когда вы поняли, ну понятно, что надо, понятно, что роман хороший, но есть очень много хороших романов, которые вместе нельзя. Что было таким вот толчком, когда понял, вот возможно, или ничего такого не было? Комбинация каких-то все-таки одного импульса не было. С одной стороны, я считаю, что таких романов очень мало, а может быть, даже и один, и нет совсем. То есть, все-таки, при том, что Водолазкин получал за эту книгу премии престижные, там, переводился на разные языки, и так далее, и так далее, все-таки эту книгу я даже не могу вот в контексте какой-то совсем современной такой вот русской литературы мыслить. Я имею в виду не русской литературы, русского литературного процесса. То есть, эта книга, она разговаривает с Достоевским, с Андреем Платоновым, то есть, для меня как-то вот-вот-вот-вот система координат. И она уникальна, поэтому естественное желание перенести это, трансформировать, конвертировать в театральную форму. С другой стороны, мы с моими коллегами, с моими близкими товарищами и музыкантами, и с артистами, например, с Алисой Гребенчаковой, которая играет в спектакле, мы много-много-много лет занимаемся тем, о чем Дмитрий сказал так очень-очень точно, очень по-актерски, описывая как бы принцип работы. Это что-то играется, а что-то говорится. Но сказать нужно так, чтобы фантазия зрителя не выключилась. То есть, зрителю дается какой-то толчок, такой визуальный, например, или звуковой, а потом зритель должен с этим эхом жить, но уже не отвлекаясь на неизбежную материальность театрального. Это сразу придумывают? Вот вы сразу это придумали? Мы этим занимались много-много-много лет, как раз я и хочу сказать. И вот в частности с Алисой, ставя огромное количество поэтических спектаклей. Это очень поэтический текст. Он создан, он написан по законам поэтического письма у водолазки. Там нет рифмы. Он не житие. Да, да, да. А это, конечно, потому что житие, это чистая поэзия. Конечно, да. И работа, не знаю, мы сделали, наверное, может быть, 50 поэтических спектаклей. И там вот решается эта задача. Как эту компрессию, которая свойственна поэтическому слову, ведь в поэтическом словосочетании, в поэтической эстрафе иногда бывает смысла и картинок на целый час. И как ее выразить? И мы обнаруживаем, что если говорить, читать стихи с каким-то таким чувством, то не получится. Наоборот. А вот сделать так, чтобы произнести эти слова так, чтобы их услышали, чтобы вот этот взрыв произошел в голове зрителя. И мне кажется, мы с Дмитрием в эту сторону двигаемся. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, вы говорили сейчас о том, что много бесовщины, много всяких там так далее. Это же почему происходит? Потому что театр так хочет увлечь зрителя. Вот ему кажется, что вот он там спляшет, обнажится, и зритель пойдет. Как вам кажется, люди будут, понятно, что будут смотреть спектакль. Я не попал на него. Поскольку меня не позвали, я хотел купить билет, я не смог этого сделать. Правда, я попал день в день, но билетов не было. Значит, спектакль пользуется популярностью. А почему? Почему сегодняшний человек, вы сами говорите, суетает, почему он хочет смотреть такую серьезную историю? Для меня это большое удивление, большая радость. Но, очевидно, уже так поднаелись вот эти количество информации, которая отовсюду, из всех утюгов, и экранов, и компьютеров. И, очевидно, не хватает. Мне один человек, один батюшка, не меня, он сказал удивительную вещь. В советское время, когда запрещены были храмы, когда Бога не было, но идеология осталась христианская, и закрывались, очень мало было храмов, у людей не было другого вида спасения души, как искусство. И очень многие советские фильмы, музыка, извините, балет, многие виды именно из родов искусства давали вид того, что они не могли получить, потому что храмы были закрыты. И отчасти, мне кажется, такой голод сейчас существует, потому что в 90-е годы у нас настала такая свобода, без совести и без стыда и чувства названия, это же стыд и страм, вот это все куда-то исчезло, все стало можно, и этим уже, мне кажется, народ наелся, хотя попытки накормить еще больше есть еще, но внутренняя потребность какая-то получить все-таки глоток воздуха, а не очередной какой-то шматок навоза со сцены, у зрителей есть, а здесь, мне кажется, в этом спектакле найдена такая свободная, свободная и ненавязчивая форма подачи вот этого романа, роман-то потрясающий, и хотя там в 3.20 мы играем, невозможно вместить эту книгу, но вот у меня мой директор, который человек, директор, он пошел на спектакль, на прогон, говорит, слушай, дайте мне эту книгу, я хочу ее почитать, это большая радость для меня и это говорит о том, что если люди так смотрят, значит им нужно, я смотрю очень хорошо и вижу зрителей со сцены, потому что у меня есть возможность прямо наблюдать за зрительным залом, а он этого не видит, я стою высоко и вижу, зрители могут сидеть по-разному, они могут там пересаживаться, ну, когда устает, а они сидят прямо ровно, ровно как в спортивном кресле автомобиля, потому что все привязано и слушают внимательно, это большая радость для меня, это очевидно то, что людям хочется знать, слышать и чувствовать. Скажите, пожалуйста, Петр, вы объяснили очень, даже я понял, чем отличается музыка того времени от нынешней, а восприятие музыки отличается, ее надо воспринимать, вот ту музыку, которая играется в этом спектакле, так же, как Моцарта и Чайковского, или как это надо подключать, что-то другое? А у вас само все подключится, вы, когда голос Котова услышите, это все сработает, это немножечко сдетонирует, понимаете? То есть, как бы мы ни любили, я, например, очень люблю суфийских музыкантов, Закира Хусейна, я люблю Радиев, Персидский, у меня много друзей, я хожу на какие-то концерты, и многие из нас любят музыку восточную, но все равно есть какие-то вещи, которые в нас прописаны, какие-то заложены, внутренние коды, поэтому можем любить, восхищаться, быть коллекционерами, ходить на концерты, но когда мы слышим, вот в данном случае, когда вступает, как бы, Варя, вам все понятно. Ну, давайте попробуем. Варя, это была целая, я должен сказать, нашим зрителям, была дискуссия по поводу того, что я очень хотел, чтобы немножко, чуть-чуть совсем, немножко Варвара Котова спела, Варвара человек профессиональный, она говорила, что условия, что микрофон, так далее, ну, вот давайте просто, просто как это звучит все, можно сейчас нам послушать? Чуть-чуть совсем, чтобы вас не напрягать сильно. Можно я не из спектакля спою? Как что? А вам просто лопатный. Нет, это надолго. Просто так, тоже, если так, старинная музыка, она по времени чуть-чуть другая, то есть там вообще люди жили с другим ощущением времени. Например, чем торжественнее была служба, тем длиннее были стихиры, которые пелись, и распевы были длиннее праздничные, потому что человек, когда он во время службы в храме, он рядом с Богом и в раю. Соответственно, чем праздничнее служба, тем дольше он хочет там находиться. Да, это не как у нас сейчас литургию, за час-десять отслужили и быстро по делам побежали, а люди старались вот там продлить. Поэтому я спою один куплет духовного стиха, коротенький, начало такой истории. Человек живет на земле, Как и трава растет, Всяка слава человеча, Як у дыма ветром и несет. Поутру человек в обеседе, Здрав и веселый сидел, Со вечеру человек в гробе лежит. Ну, надо заканчивать программу. Я не знаю, что делать дальше. Я хочу Дмитрию Анатольевичу Вадмошу спросить. Дмитрий Анатольевич, верните наоборот. Простите, я просто, я думаю насчет музыки, мое рабочее место над музыкантом. Они прямо подо мной работают. На втором тоже, я на третьем. Я сейчас, я понимаю, что... Пархоменко играет. Это да, Пархоменко играет. У нас свои радости. Ведь это же, это же как дыхание океана, как шум леса, как плач ребенка. Это не музыка. Это, это, это какое-то планета. Они вот как планета звучат. Вот это я хотел вас спросить. Вот когда в спектакле звучит такая музыка? Да. Вот мне, честно вам скажу, мне сейчас вопрос тяжело задавать. Ну, правда. Потому что, когда это слушаешь, надо сказать, ребята, давай сейчас вот тихонько прийти, потом мы оживем. Ну, вопрос я задал. Мне такая профессия. Когда в спектакле звучит такая музыка, как играть? Это же совсем как-то... Просто так играть же невозможно, как в другом спектакле, когда такая музыка звучит. Или все равно? Я сейчас скажу, не надо играть ничего просто. Я в этом спектакле не играю. Я не могу сказать, что я работаю как актёр. И мне это важнее гораздо не как актёр, а как человек. Потому что я в этом спектакле, потому что мне интересно как человеку, прежде всего, и православному в том числе. Я не изображаю там чего-то, я пытаюсь не помешать. Ну, ты же пришёл на актёра-певцов, посмотрите, как актёр-певцов перевоплощается в образ Лавра. Я думаю, что есть... Зритель смотрит на актёра-певцов. Ну, я профессиональный человек, я могу обмануть, я что, переволотился? Ну, дело не в этом. У меня Лавра там, ну, последние минут 15-20. Я вот в виде Лавра уже... В полчаса варе, говорили. Да, там есть один кусок, где... И опять же, когда человек приходит к гробу Господня и... В любимое место. Открывается, да. Это тоже не... Ну, отчасти это профессионально, отчасти это моё человеческое. Человек очень... Мы все закрыты и зажаты, и нечестны, и прежде всего, с самым собой. А когда на сцене есть возможность искренне попросить помощи у Господа, и это большое счастье. У меня там есть, допустим, в Юноне, есть секунды такие там в Линкоме. А здесь у меня целый там монолог, там, 4 или 5 минут. И для меня это важно, прежде всего, как... Да, я могу это сыграть, там, зрители будут плакать вместе со мной. Но это менее важно, чем по-человечески мне рассказать об этом человеке, который вот так просит Господа. Это важнее. И поэтому я... Для меня это не игра. Для меня это... Я сейчас начал жить, и мне начал нравиться текст водолазки, на который у меня существует... Ну, стал органичен для меня. Я им постепенно обладеваю, и я им делюсь с радостью, в отличие от премьерных спектаклей, когда я все не любил. Но вот в себе, и то, что я делаю, и так далее, и тому подобное. И это шло... Я... Это не игра. Я сюда пришел не играть, я уже наигрался. Мне нравится вот это все. Здесь все у нас какое-то настоящее. А вот то, что делают ребята, это отдельно. Это как будто... Вот я уже об этом говорил. Это что-то вот Господь посылает, да, честь. Ведь когда ель стоит, она делает... И у нее елки, да, и кота, ну, сова-то, у-у-у, пролетела. Это вещи природные абсолютно. Ребята делают вот эти природные вещи, но при этом есть гармония, есть эмоция, есть человеческое звучание абсолютно. Я обожаю этот номер, заговор, заговор, да. Там где это? Просто я там стою, у меня волосы под этим шапкой, вот прямо... Мне ничего играть не надо. Притом, с чем не только русская музыка звучит. Да, да. Что-то важно, чтобы... Это византийская, римская, то есть герой... Приезжает в Венецию, там Варя потрясающе исполняет и французскую, и итальянскую музыку. Давайте у нас есть еще музыка. Мне не хочется уходить от музыки, хотя там еще есть масса вопросов. Давайте еще один музыкальный фрагмент посмотрим и продолжим. Звучит песня «Открывает нам Писание вечно райские места. Там растут и процветают вечно красные древа. В раю нет зимы и лета, а всегдашняя весна. Там лекают, распевают птицы сирены всегда. И умолчного оставляют Бога вечного Творца». Эдуард, я хочу вот у вас что спросить. Для меня лавр – это, вот если сказать про что, роман в двух словах, что невозможно. Это, конечно, для меня роман о вере, о том, что такое на самом деле вера, что такое человек, который ощущает себя в живущем присутствии Бога каждую секунду, он понимает. А что такое спектакль о вере? Вот разговор о вере в спектакль. Это разговор о чем? В действиях человека. Театр и философия, театр и литература отличаются тем, что театр – более материальное пространство, более фактурное. Здесь все должно быть, я должен это потрогать, и эта декорация должна быть каким-то образом сбита, деревяшки какие-то, железки, это все очень… И, соответственно, и материя, и действия – это то, что отличает театр от литературы. Поэтому для меня… А какое действие, если мы говорим спектакль о вере? Это покаянный путь. Покаянный путь. Путь не просто покаяния. Я не скажу вслед за вами определение через существительное. Спектакль о вере, роман о вере, спектакль о покаянии. Для меня это спектакль, если я ставлю, если я реализую, если я режиссер, для меня это спектакль о покаянном пути. И как только покаяние становится прилагательным, тогда понятно становится, что этот путь предполагает набор событий, конфликта, людей, в том числе и поступков, о которых человек сокрушается всю оставшуюся жизнь. Мы много говорили про музыку, но я вообще не очень люблю конкретный вопрос, но я понял, что я конкретно просто… Это что вообще за музыка? Что это такое? Это ваши фантазии на темы каких-то древних песнов? Что это такое? Она из чего конкретно состоит? Тут есть несколько составляющих. Во-первых, у нас… Нам очень… Прости, во-первых, Василий Поспелов, который придумал соединить этих трёх музыкантов, несоединимых. Я очень люблю Варю Котову, я очень люблю Петра Гловацких, я обожаю Сергея Гребстеля, и я с каждым из этих трёх музыкантов работал. Но идея соединить, я, кстати, сомневался. У меня было сомнение, я спорил с Василием Поспеловым, нашим музыкальным продюсером. Но он… А вы такой режиссёр, извините, сейчас мы вернёмся, который вот у вас сомнения, и вы не стучите кулаком посту, не говорите, да нет, вот так не будет. Иногда говорю, иногда говорю, давай попробуем. И тут решили попробовать. И здесь, конечно, здесь всё было понятно. Так, вас соединили троих и дальше, что вы начали. Тоже были сомнения. Ну, по поводу Гребстеля и Котова-то я не сомневался. Скорее, я не понимал, куда я встану. И если сейчас я немножко так теоретически скажу. Мне казалось, что линия безладового баса и линию, в которой я играю на маримби, они немножко станут дублировать друг друга и будет неинтересно. Но оказалось, что за счёт дилея и лупстейшна, которым Серёжа мастерски владеет, он навешивает как бы некие арки, такие, и ощущение, что он играет, что мы звучим как будто орган на разных мануалах. Но в то же время мы... Это про музыку, как про дом. Мне очень нравится. Всё как бы вот очень всё конкретно. Ну да, и низы, низы. В этой музыке есть низы. И басы. Проблема народной музыки... Кто эту музыку написал? Никто не написал. Эту музыку никто не написал. Народ. Вон тот вот народ, о котором мы спрашивали. У нас есть тема любви, скажем, которую... А Серёжа сочинённая, да. Или там я сочинял мелодию духовного стиха, который на Серёжину мелодию. У нас был текст, а мелодию там распила я. Есть Рузьма Бодров, который... Есть распев Надии Сыры, который мои коллеги, несмотря на то, что это распев Надей Гнева, они называют это кубики. Это мои варианты. Она рождалась параллельно с чтением текста. И когда я приносила традиционный материал, я приносила одноголосную... Одноголосный духовный стих я приношу. И говорю, вот давайте мы его сюда посмотрим. А дальше начинается вот наша такая импровизационная работа. И правильно сказал Эдуард, что у нас Кузьма Бодров замечательный композитор. И тоже он помог как музыкальный продюсер. Так со стороны нас слушал. Он смотрел со стороны, потому что все равно и сцена большая, и мы сидим высоко, мы не получаем полную звуковую картинку. Даже в наших мониторах мы ее не видим. И тут очень важно слушать, как это дышит все в зале. Потому что несмотря на то, что у нас есть электроника и все, но получается, что у нас очень много воздуха. И это хорошо. То есть есть пространство, оно звучит. Скажите, пожалуйста, Варвара, чем на ваш взгляд принципиально отличается русская духовная музыка, скажем, от современной, не очень духовной музыки? Не очень духовной. Наличием смысла. Наличием слова и текста. Вот для меня вообще в исполнении старинной музыки, и я в основном пою старинную музыку и фольклор, я с особой бережностью и любовью всегда отношусь к слову и к тексту, к тому, о чем поется. Потому что это что-то отшлифованное. Вот до нас дошедшие духовные стихи, которые могли быть в большем количестве. Но то, что вот до нас дошло, допустим, да даже если оно через сто лет дошло, может, это не древний какой-то духовный стих, которые в 16 веке пелись. Это текст, который я сейчас напела. Он достаточно наверняка поздно сочинённый, в каком-нибудь 19-20 веке. Ну вот праздник, текст-то самословатый. Да, вот для меня это что-то отшлифованное, это материал, отшлифованный временем. И от этого он всегда бьёт в цель. Он никогда не промахивается. Старинная музыка очень чётко нацеленная, смыслово, на человека, на душу человека. И этим она мне особенно дорога. Этим она отличается от современной музыки. Мы посмотрим, что из того, что сейчас сочиняется, отшлифуется и останется через 100 лет, через 200 лет. Да через 5. Да через 5. Вы знаете, какая возле мысла? Вот Варвара говорила по поводу литургии, которые там длились раньше в 4-5 раз больше, чем сейчас. И люди приходили, потому что в храме, время пребывания в храме – это время пребывания с Богом. И вот вспоминая вопрос у вас по поводу, что там люди у нас на спектакле находят, мне кажется, частично у нас много мест. Я там сверху смотрю. Ее лупало. Что происходит? Ну музыка играет. Ну надо же двигать дальше. Где развитие? Да. А потом, особенно когда там родители умирают, и Сергей играет, доигрывает. А потом я думаю, как же хорошо. Люди, я понимаю, люди, зрители, которые приходят, у них нет такого момента сейчас вообще нигде остановиться и просто послушать музыку, если он систематически не ходит в консерваторию или в зал Хильковского. А в спектакле есть моменты, которые раньше были в советских фильмах, когда можно остановиться и сказать, я прошу, хоть не надо. Ну да. И это звучит песня, и ничего как бы не происходит. И в нашем спектакле есть ряд таких моментов, когда народ, зрители могут просто немножечко отдохнуть от чего-то, переключиться на что-то другое. И вот это психоделическое состояние, оно очень похоже на состояние людей, которые молятся в храме. Отчасти. Скажите, Дород, я вас не могу не спросить, пользуясь случаем вообще, про то, что происходит во МХАТе. И цифра, которая, если это не так, которая потрясает всех, что вы хотите сыграть 20 премьер. 20 премьер. У меня два вопроса. Первый вопрос – откуда деньги? Это особенно, если говорить, если бы не было бы пандемии, то ответ был бы очень быстрый. Мы рассчитывали, когда рассчитывали это количество, то мы понимали, что мы уже начинаем зарабатывать. Когда начиналась пандемия, вот две цифры, когда начиналась пандемия, стоимость нашего премьерного спектакля, ну, мхатовского, была порядка миллион сто, миллион двести рублей. Зал, полный аншлаг, имел такую стоимость. Сегодня мы 50% можем только принять зрителей. И стоимость вот этого 50% аншлага – два с лишним миллиона. Больше? Почему? Два раза. Потому что есть спрос, потому что зритель пошел. Подождите, театр в эпоху пандемии может сам заработать на 20 спектаклей? Мы продаем билетов практически больше, чем до пандемии. Если говорить про деньги. Это первая часть ответа. Вторая часть ответа, конечно, нас просто спасает, я не побоюсь этого слова, попечительский совет. Есть люди, которые абсолютно искренни, им никто не звонил, их никто не просил из каких-то там, ну, властных структур, им, с ними не связывались какие-то наши пиарщики, агенты. Просто они приходили, начинался разговор о том, что мы хотим сделать, что мы хотим сделать в Амхате. Давалась книга. Вот это я хочу сделать. То есть у меня такие отношения сложились и с Игорем Кудряшкиным из компании УГМК, и с Константином Бабкиным, он президент Московского экономического форума. Так мы там так с ним, мы встречаемся, сейчас новый спектакль обсуждаем. Все, он работает как драматург, понимаете? То есть он вот просто, он стучит этим, он хочет что-то поменять. Светслав Юрьевич Рыбас, драматург наш, пьесу, которую мы поставили, в какой-то момент говорит мне, не, но он же деньги, то есть деньги же у Бабкина, мол, то есть у него, я говорю, да нет, какие деньги? Мы здесь разговариваем не про деньги, мы здесь разговариваем про спектакль. И люди действительно поверили в нас, и большие достаточно, большая пропорция, потому что мы во время пандемии мы потеряли на вот этих 50%, я думаю, так по средним нашим раскладам, около 100 миллионов рублей. Второй вопрос, который не может не возникнуть в него, это про качество, потому что 20 спектаклей, вы же хотите, чтобы все были хорошие в России? Мы, а мы, мы отвечаем. То есть у вас, значит, есть 20 режиссеров, у вас есть 20, это только на сезон? Мы, во-первых, во-первых, в следующем сезоне, после того, как мы поставим 20 спектаклей, мы, конечно, отодвинем, мы не успеем до августа выпустить 20, мы до конца года это сделаем. Во-первых, в следующем год мы не будем ставить 20 спектаклей. Ни в коем случае. Нет, я думаю, что 5-6. Дело в том, что... То, что, между прочим, очень много. Да, это много. Но эти 20, это цифра не случайная. Это не гигантомания, это не мегаломания какая-то. Это необходимое число для того, чтобы обозначить все направления нашей репертуарной политики. Потому что лавр – это всего лишь представитель одного из направлений, одно из русел. Так, у нас есть исторические реконструкции, которые мы обязаны делать. У нас есть спектакли по современной драматургии, которые именно написаны драматургами, которые мы обязаны делать. И я вижу, я тоже люблю смотреть на зал, как и Дмитрий, и наблюдать за зрителем. Я вижу, что сегодня, вот после того, как эти процессы запущены, после того, как Виктор Крамер выпустил блестящий, как мне кажется, лес с Андреем Мерзликиным и с Григорием Сайдвиндой, после того, как только что премьера состоялась «Чудесного мифического мужа» в постановке Сергея Десницкого, перед премьерой «Чудесного грузина» спектакля про Сталина, просто блестящего, страшного, уморительного, смешного, как я надеюсь. Люди начнут... А что это за пьеса? «Чудесный грузин»? Да. Ой-ой-ой, пьеса. Это современная пьеса? Да, современная пьеса про молодого-молодого-молодого Сталина. Вот такой текст, просто потрясающий совершенно. И зритель начинает воспринимать процессы, которые происходят в Амхате, именно в контексте. То есть зритель смотрит лес после лавра по-другому. Зритель смотрит лавр после мифического мужа по-другому. То есть зритель начинает относиться к Амхату как к репертуарному дому. Амхат так придуман. Вы знаете, Дмитрий, я еще вас хочу спросить. Вы два раза... Я не предполагал это спрашивать, но вы два раза сказали. Я уже наигрался. Да. А что тогда вы, если вы не в курсе, вы очень хороший актер. Я вас много раз видел в театре. Я, наверное, чуть ли не... Ну, очень много видел. Вы совершенно замечательно, если вы не в курсе, я не могу даже сказать, поете. Но вот то, что вы делаете с пением, это замечательно, потому что это очень хороший репертуар. Я даже вам один раз звонил после концерта, который был показан на канале «Культура». Я был в такой степени потрясен, что я просто должен вам сказать, а что вам медвежит тогда, вот если вы наигрались? Что дает энергию, что тогда, если не желание играть? Если что касается театра, я прекрасно понимаю, что это призвание мое. Господь дает талант и через папу, маму, там, через самого Господа. И я должен его отдавать обратно туда, через свою работу. И буду играть, пока я должен играть. У меня нет такого «Ах, я устал играть». Вы сказали, я наигрался. Я наигрался, это факт. У меня давно уже нет амбиций. Я сейчас такое сыграю. Да я никогда так не хотел, собственно говоря. Сейчас вообще успокоился. Мне интересно разговаривать с людьми о том, что меня волнует как человека, прежде всего. И если я в какой-то материал влезаю, то там что-то должно быть мне очень важное. Если этого нет, просто сыграть кого-то там, мне не интересно, зачем тратить время. Я поэтому давно уже отказался от кино, а оно от меня. Ну, собственно, мы разошлись параллельно, но без меня отлично существует. Слава Богу, там Леша Сребряков есть. Поэтому моя профессия – это то, что я буду делать, пока есть силы. Потому что долг. Да. Конечно. Не потому, что желание, а потому, что долг. Да, да, да. Это нормально абсолютно. Мне кажется, это нормальное отношение. У меня есть другие вещи более интересные, мне более важные. Начиная от педагогики работы со студентами, с молодежью, заканчивая вот такими музыкальными вещами, где я пою, но я все-таки не пою. Такие логика и занятия с учениками более важны, чем кино? Конечно. 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 Нет, ну кино я уже все это прошел. Зачем оно? Проблема в кино в том, что я никогда самый лучший режиссер, сценарий, продюсер, партнеры. Но в итоге может получиться такая гадость. Я не владею конечным результатом, как актер. И мне это неинтересно. Мне, наверное, интересно было бы продюсировать и руководить процессом. Это да, наверное. Но есть профессиональные люди. А с детьми и с людьми, которые вот только-только в этой профессии возрывают, мне интересно, потому что мы с супругой этим занимаемся. И важно, да, мы вложим в них столько, сколько они возьмут. Но очень важно, чтобы они человеками были. И за четыре года мы капаем, 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 капаем. У нас один парень там сейчас ходит в Средненческий монастырь, и дай бог он поступит в семинарию. И нам это гораздо радостнее, если бы из него ушел артист. Артистов как грязь сейчас. Как порублю пучок базарный день хороших артистов. Зачем? Сколько? Не нужно. Одна проблема есть в нашей профессии. Кто-то должен играть? Молодежь. Вот для этого, наверное, существуют институты. Ну, потому что мы стареем. Это нормальная история. А так они не нужны. Их слишком много. Огромное количество. И зачем я еще туда лезу? Мне хватит уже. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, Варвара, вот, собственно говоря, то, о чем Дмитрий говорил, про самопознание, про самоизменение. Вот когда человек исполняет такую музыку, как исполняете вы, как музыка на вас влияет? Вы погружаетесь? Вот то, что вы сейчас делали на передаче, это же какой-то совсем другой мир, совсем другая логика, совершенно другое. Как это действует на вас? Ну, я не скажу, что это совсем другая логика. Она все-таки очень естественна для православного человека, для будущего человека. Но, к сожалению, это естественно православной логики сегодня очень мало. А так, знаешь, конечно... Наверное, я счастливый ребенок, выросший в церковной семье, с шести лет на клиросе, и как-то вот для меня это естественное состояние. На меня духовный... Есть в народной традиции такое выражение, что спеть духовные стихи, как помолиться. И иногда, правда, в деревне подменяли одно другим. То есть соберутся, попоют духовных стихи, а в церковь не пойдут. И вот это вот состояние, когда ты пропеваешь этот текст, когда ты его проговариваешь, когда ты его искренне проговариваешь, осмысленно, то он тебя меняет, он тебя сосредотачивает, собирает, и делает более цельным. Для меня это такая проработка самой себя, наверное. У меня были некоторые духовные стихи... Такая психологическая? И психологически для меня были какие-то духовные стихи, которые были мне важны как текст, что я должна их сейчас петь, потому что, не знаю, как публичная исповедь, как публичная не исповедь, а покаяние, когда человек прилюдно каялся, чтобы для него это нужно было, чтобы это из себя изжить. Вот для меня некоторые духовные стихи были в моей жизни такими вехами, что вот я должна этот текст сейчас петь как можно чаще, потому что это для спасения меня же самой. Если это параллельно трогает еще людей, то есть я как-то, я очень боюсь пафоса в этой своей работе, очень стараясь его максимально избегать, потому что как только я начну говорить, что я работаю и ради высокой цели, я веду людей к Господу, значит, вот, и вот тут вот у меня все закончится. Петр, я не первый раз с вами беседую, на эфире у нас осталось очень мало времени, я вас никогда не спрашивал, сейчас я хочу вас спросить. Вы невероятный музыкант, просто то, что вы делали с Юлей Пересиль, то, что я просто писал об этом. А за что вы благодарны музыке более всего? За то, что все-таки она вывела меня на ударные инструменты, и через ударные инструменты я стал познавать время. А через познание времени я уже совсем по-другому прихожу и в православие, и к Богу, как мне кажется. Это совсем другое ощущение времени, потому что музыка – это время, но ударные еще, они… Ну, для таких людей, как я, для которых надо некие вещи обнажить, поэтому что вот так меня вывело, совсем случайно, на эти инструменты. На фортепианной скрипке я стал играть гораздо раньше, чем на ударной. И что этот путь, который… по которому ведет меня Господь, и то, что я вышел на ударной, и что сейчас я делаю какие-то вообще такие странные на 360 градусов обороты, и мы… то, что мы делаем с ребятами, это, конечно, просто фантастика. Петр Гловацких, Варвара Котова, Эдуард Баяков, Дмитрий Певцов – люди, которые создавали спектакль «Лавр» в Московском художественном академическом театре. Заканчивая нашу передачу, я хочу сказать вот что. Мы все живем, как живем, и я совершенно не хочу сейчас какие-то патетические речи говорить. Но то, о чем сказал Дмитрий, мне кажется, очень важно, чтобы просто не сойти с ума, вот просто, чтобы не сойти с ума. Надо иногда останавливаться и подумать о чем-то важном. Не о том, хватит ли денег, это тоже важно. Не о том, чем-то, как уберечься, тоже важно. А о чем-то принципиально важном, о сущностном, о вере, о Боге, о своем собственном пути. Это необходимо для того, чтобы быть человеком, чтобы не сойти с ума. Мне кажется, спектакль «Лавр» поставлен для этого, и вообще театр, на мой взгляд, существует для этого. Для того, чтобы туда пришел, остановил свой век, подумал, бег, и потом помчался дальше. Я желаю этому спектаклю. Спектакль – это живое существо, я желаю ему интересной дальнейшей жизни. И мне кажется, что по тому, какие люди делают этот спектакль, я желаю помнить, что спектакль, мне кажется, достойный, интересный. И пусть он дальше долго живет и нас радует. Спасибо большое всем, кто был сегодня с нами. С вами был Андрей Максимов. Всего доброго, до свидания, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова